Жертвы Разное восприятие в церковной и светской жизни. Если в сфере церковной мы чаще слышим, что жертва — это добродетель, то в жизни светской мы видим приглашение на курсы «Как не стать жертвой». Вот как вы думаете, почему такие разные взгляды? А все очень просто, потому что когда тебя хотят сделать жертвой, то это уже никакая не жертва. Это самое настоящее преступление. Другое дело, когда движимой собственной заботой, любовью, желанием прикоснуться к чужой боли и помочь, и ты идешь на какие-то жертвы, тогда это настоящая добрая жертва. Когда не тебя делают жертвой, а когда ты сам чем-то из своей жизни жертвуешь ради другого человека. Вадыка, ну вот вопрос мы как-то обсуждали с вами, но вот в теме в этой я не могу не спросить. Почему Иисус Христос должен был принести в себя жертву? Почему нельзя было по-другому без его страданий? Не открывая Евангелие, я каждый раз, когда подхожу к престолу, начинаю совершать литургию, вот бескровное жертвоприношение. Ведь литургия, собственно говоря, это есть повторение крестной жертвы Христа Спасителем. Я задаюсь этим вопросом. Зная на него ответ из Писания, знаю, что Господь своей кровью обновляет кровь человека. По-другому скажу, что Бог своей человеческой жертвой человека возвращает себе. Проще говоря, инфицированного грехом человека наполняет самим собой, чтобы эту инфекцию греха уничтожить человека. Жертва, которая была совершена им и совершается каждый раз ради каждого из нас, это самое убедительное свидетельство любви. Ведь любовь — это не тогда, когда только жалеют, сожалеют, утешают. Любовь — это тогда, когда становятся рядом. Тогда, когда плачут с плачущим. Тогда, когда болеют с болеющим. И Христос, чтобы исцелить человека от этой болезни в вечной смерти, сам делается таким горьким лекарством. Отдаёт себя в жертву. Отдаёт себя человечеству. Став человеком, умирает на кресте ради любви к человеку. Вот так, а вот в нашей современной жизни нужны Богу жертвы? Если да, то какие? Да. Псалом 50-й, который мы каждый день читаем, покаянный Псалом, имеет такие удивительные слова. «Жертва Богу сокрушённый дух и сердце, и Господь их не презирает, не отвергает». Наша жертва — это наше сердце, наполненное, во-первых, вот этой любовью к тому врачу, который однажды дал нам это живительное лекарство, благодаря которому мы продолжаем оставаться людьми. Мы получили живую надежду на вечную жизнь, но и не только на вечную жизнь. Это ещё и сокрушённый дух, который является продолжением этой благодатности к нему по отношению к другим людям. Я жертвую Богу своё смирение, которое выражается в моём внимательном, достойном отношении к нуждам других людей. Моё смирение — это не просто когда я говорю, ну ладно, пусть так будет. А моё смирение — это тогда, когда я говорю, ой, я сейчас другим хотел заниматься, но вот ради тебя всё своё бросаю, пойдём займёмся тем, что нужно сделать тебе сейчас. Я вот куда-то спешу, но вижу, что твой взгляд ждёт, являет живительную муку, и я немножко повременю с тем, куда я спешу. Поэтому вот это и есть моё смирение перед теми, кто сейчас во мне нуждается. Мы так в этом году будем праздновать 70 лет победы в Великой Отечественной войне. И вот здесь, конечно, сразу возникает вопрос, сколько было жертв, сколько жизней отдали люди за то, чтобы жили сейчас мы. Вот я много раз себе этот вопрос задавала. Вот этот подвиг, как он вообще возможен? Вот как в человеке эта сила открывается? Все инстинкты самосохранения забыть и ради других идти на смерть. Да. Своей жизнью не заслонять жизни других людей. Вот именно так можно назвать эту жертву. Эти люди, которые становились между смертью и жизнью своих родных и близких, наши деды и прадеды, которые поднимались из окопов, они бросали на нас, своих будущих потомков, не тень, а они в себя принимали все эти ужасы проклятой войны, в том числе и горькую и мучительную смерть, ради того, чтобы своей жизнью заслонить нас от того, что навсегда принесло бы нам погибель, не свободу, потерю своего дома, своего языка, своей традиции, своей веры, своей земли. Это еще, если хотите, и зов той самой крови. Нашей собственной крови, в которой присутствует и кровь того самого Искупителя, о котором мы говорили. И она зовет нас к тому, чтобы, если понадобится, и жизнь свою положить ради других людей. Это повторение Голгофа в своей жизни. Это естественное уподобление тому, кто и себя отдал в жертву. И все это и поднимало. И наших предков для борьбы с проклятием войны, и чтобы это проклятие остановить на себе через свою собственную жертву. Вот так, а вот в современной жизни вы часто встречаете настоящих жертв? Да, каждый день. Каждый день. А разве это не жертва, когда мама встает раньше всех, для всех готовит завтрак, и для каждого находит какое-то доброе слово, несмотря на свое самочувствие, на вчерашний день, на проблемы, с которыми нужно будет столкнуться днем, придя на работу. Ну, разве это не жертва, когда пожилые люди с какой-то необыкновенной заботой и любовью относятся к своим внукам? Разве это не жертва, когда мы смотрим, человек нуждается в помощи, и совершенно незнакомые люди начинают собирать какие-то средства, внимание, знаки своего присутствия для этого человека, совершенно не зная его. И такое происходит каждый день. Даже, кстати, сказать, после долгой ссоры. Разве это не жертва, когда кто-то из поссорившихся первый улыбнется и скажет, а знаешь, может быть, но если не получится все начать сначала, во всяком случае прекратим злиться друг на друга. это тоже жертва. Ведь это тоже отдать часть себя самого. Или я по-другому скажу, уступить в себе место для другого. Не просто в пространстве трамваев встать и сказать, ну садись, а именно в себе, в своем сердце, уступить место для другого. Это тоже жертва. Постоять внутри себя, в своей совести, что называется, на ногах. Потрудиться, чтобы другому в тебе было легче. Вот так, а почему вот в Ветхозаветное время приносили жертву животных, а сейчас нет такой традиции? Что это значило тогда, почему этого нет теперь? Спасибо за этот вопрос, потому что он относит нас, имея в виду традицию жертвоприношения животных, к тому времени с заре человеческой жизни, когда Адам и Ева, нарушив заповедь Божию, были изгнаны из рая, но Бог не просто затворил за их спинами двери рая, а как раз и сказал о том, что сам исправит в человеке то, что человек в себе испортил. Адам и Ева испортили своим выбором, свою душу грехом, а Христос исправил эту испорченность на кресте. И вот чтобы не забывать об этом обетовании, и каждый раз к этому обетованию возвращаться и жить, было повелено совершать приношение в жертву животных, как напоминание о грядущей великой жертве. А после того, как сам Христос принес себя в жертву, надобности в приношении этих жертв уже больше не было. Вот так, а в какой жертвой нашей жизни быть ни в коем случае нельзя? Нельзя отдавать других в жертву. Своим амбициям, своим желаниям, своей надменности, своей гордости, своему плохому настроению. Вы знаете ли, пришел с таким плохим настроением, и давай всех направо и налево, ласкать такими кулкими словами, в кавычках. Нельзя жертвой делать других людей от своих собственных слабостей и пороков. Ну, когда в том числе кто-то очень привязан к спиртному, винопитию, и это становится очень большим горем для всей семьи. И тогда ты должен понимать, что ты в жертву приносишь то, чем стоило бы не жертвовать, а чем напротив, стоило бы дорожить, как тем даром, который Бог тебе дал. Благополучием в своей собственной семье, доверием в семье, любовью супруги. Вот так распространенное словосочетание «жертва домашнего насилия». По-вашему, терпеть стоит? Ни в коем случае терпеть этого нельзя, потому что это никакая жертва в том понимании, в смысле, о котором мы говорим. Это ложная жертва. И бесконечно терпеть неправду, жестокость или даже ненависть не является никакой жертвой. И не является никакой добродетелью. Более того, подобного рода неправильным отношением человек даже может, если так можно сказать, чем больше провоцировать другого на подобного рода поступки. Жертва, ведь, как я уже сказал, это не то, что у нас отбирают, вырывают из рук, из нашего сердца, из нашей жизни. А жертва — это то, что я сам достаю из своего сердца. Это то, что я добровольно, с любовью отдаю другому человеку. Но и отдаю не просто так, ради того, чтобы получить от этого, знаете, для собственного удовольствия. Отдаю тогда, когда эту жертву ждут. Когда эта жертва, как глоток холодной воды после долгой пустыни. Когда эта жертва, как рассвет после страшной ночи. Вот тогда эта жертва нужна. И тогда она действительно благоприятна и полезна. И на земле, и на небе. А когда эта жертва вырвана или вытребована, когда эта жертва невольная, то это и не жертва вовсе. Так, ну бывают такие случаи, когда человеку нравится роль жертвы. Вот ему говорят, уходи, там есть условия, мы тебе поможем. Нет. Живет и терпит тирана. Что это по-вашему? Это боязнь ответственности, какая-то безволие, страх. Вот что бы вы такому человеку сказали? Я бы вот такого человека спросил, а вот ты что, когда, если случится наводнение, так и будешь жить в том, что нанесет мусора? Разве ты не возьмешься за уборку? Или так и будешь терпеть, говоря, ну что ж, ну случилось, значит, вот такая судьбинушка, другого не бывает. Да нет, ты возьмешься за уборку. Если самому не по силу, самой не по силу, позовешь родных и близких, давайте все вместе сделаем. Но если ты понимаешь, что совершенно это бесполезно, потому что этот источник бесконечных наводнений и грязи, вот он здесь, что нужно сделать? Переселиться, жить в другое место. Вот это ведь вполне понятно. А просто бесконечно терпеть это пространство грязи и ничего не менять, это преступно. И в таких случаях нужно обязательно сделать все, чтобы пространство жизни оставалось пространством жизни. Для себя, для своих родных и близких, для своих детей. Вот так, большое спасибо за нашу беседу. Время закончено, но не могу не задать вопрос. Может быть, вы ответите на него в заключительном слове. Можно ли вообще прожить без жертв? Спасибо, Юля, за нашу сегодняшнюю беседу. И отвечая на ваш вопрос, обращаюсь к вам, дорогие братья и сестры. Жертва – это не то, что мы вырываем с мясом, с кровью, с болью. Это то, что мы дарим. Ведь мы же можем подарить другому улыбку, протянутую руку дружбы. Да просто слова благодарности. Спасибо тебе, мама, за твою любовь. Мы можем подарить другим, как жертву, свое настоящее слово, которое дали и сдержали. Мы можем другим подарить, в конце концов, свою любовь и свою молитву. Это тоже будет большой жертвой, без которых наша жизнь совсем станет мрачной. И дай Бог света всем нам в нашей жизни. Храни вас Господь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова